Наша разведка получена данные о подготовке украинской провокации против Российской Федерации. Такая имеющаяся информация, в настоящее время в Харьковской области, на границе с Россией, работает группа сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ, изучающих участок границы в районе Архимовка, Волоховка, Волчанские и Хутора. Сотрудники СБУ интересовались у местных пограничников временными показателями и способами реагирования российских пограничников. В случае незаконного пересечения границ со стороны Украины, указанных в районах. Кроме этого, сотрудниками погранслужбы по просьбе СБУ прорабатывается вопрос временного размещения в Волчанск группы людей численностью до 30 человек. Мы не исключаем, что на фоне недовольства мест населения, размещения в частных гостиницах нескольких регионов Украины афганских беженцев, а также связи с отсутствием в бюджете средств на их содержание, киевское руководство попытается обеспечить им незаконный переход на территорию России, тем самым снизу финансовую нагрузку и возмущение граждан. Агрессия Украины продолжает приносить потери среди украинских оккупантов. Так, в результате вынуждено ответного огня 8 сентября нашими защитниками уничтожен минометный расчет 58 бригады, обстреливающий Киевский район города Донецк. Двое украинских оккупантов получили тяжелые ранения, от которых впоследствии скачались по дороге в госпиталь. 9 сентября один украинский оккупант из 28 бригады, обстреливавший в этот день поселок Шар-Трудовская, получил тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Также украинские вооруженные формирования продолжают нести небоевые потери. Основными причинами потерь становятся низкий уровень профессиональной подготовки, а также употребление спиртных напитков и наркотических веществ. В период с 4 по 10 сентября в соединенных частях к локтической группе «Восток» небоевые потери составили 4 человека, одна из них безвозвратная. Вооруженное формирование продолжает притеснение и нарушение прав мира населения Донбасса на оккупированной территории. Так, по имеющейся информации, команда 25-го знушно-десанта бригады, оккупировавшая Авдеевку, в связи с приближением холодов, приняла решение на размещение личного состава о домостроениях населенных пунктов. Согласно указанию комбрига «Зенченко», с целью недопущения гибели и ранений личного состава, уничтожения военной техники, а также сохранения здоровья в условиях снижения среднесуточной температуры, командиров батальонов необходимо определить, пустующие или частично заселенные дома в границах Авдеевки и расселить в них подчиненных личного состава. Также указаниями предписывается при выборе домостроения предпочтение отдавать хозяйствам, имеющим придомовую территорию, позволяющие разместить и замаскировать вооружение и военную технику подразделения. Важно отметить, что несмотря на однозначное превышение должностных полномочий комбригам, приказавшим занимать дома, украинские командиры пошли дальше. По полученными от мира населения информации, оккупанты оказывают давление на местных жителей, требуя их переселиться из своих домов в пустующие, чтобы добиться компактного размещения лишь состава и техники в соседних дворах. С целью дополнительного запугивания жителей украинские оккупанты перекрывают целые кварталы, устраивают блокпосты, а также минируют дороги общего пользы в населенных пунктах. В настоящее время местные жители сообщили нам об установке украинскими боевиками минных заграждений и противотанковых ежей с колючей проволокой на северо-западе Авдеевке. Украинские боевики пропускают мира жителей в свои дома только после проведения полного досмотра личных вещей, документов, а также содержимого карманов одежды. Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать целящий в Авдеевке произвол и добиться от вооруженных коронавирусов Украины прекращения притеснения мира населения, соблюдения их прав и свобод. Обращаемся к жителям оккупированных Украины территорий. Если вы стали свидетелем подобных преступлений украинской армии или украинские боевики нарушают ваши права и свободы, немедленно обращайтесь к сотрудникам миссии УБСЕ, а также правоохранительные органы и правозащитные организации, либо сообщайте нам. На Донецком направлении боевики 25-й бригады вели интенсивный артиллерийский обстрел район населения Патавасилевка, выпустив 24 снаряда калибра в 122 мм. Каратери 28-й бригады обстреляли из минометов калибра в 120 мм. В район поселка Шахты Трудовское выпустил 10 мин, в результате чего были обесточены 15 улиц населения Пустро-Михайловка. На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады обстреляли из автоматичного гранатомета с толкового оружия населения Паталенск. С начала текущих суток боевики 128-й бригады дважды обстреляли из гранатомета с толкового оружия населения Паталенск. Защитники республики продолжают наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня. Находятся в готовности к адекватным реагированиям по приказу командования на действия украинской стороны. Всего за неделю зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным путам нашей республики применяя артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120-82 мм, различные по гранатометам стрелкового оружия. Обстрелам со стороны противника подарили с района 14 населенных путов. Таких поселков шахты имени Гагарина в Горловке и Трудовская в Донецке, Гальмовский и Васильевка, Старомихайловка, Водяная, Ленинская, Коминтерново, Донецк, Веселая, Минеральная, Новолазба, Безыминная и Новосильевка. В итоге обстрелов в Донецке получили ранее двое мирных жителей, а также были зафиксированы повреждения на территории шахты имени Засялька и четырех жилых домов в киевском районе города Донецка. Нарушения в оперативном порядке доводились до представителей Украинского странного СССР с целью своевременной принятия мер к нарушителям перемирия. Попытки представительства нашей республики задействовать коордиционный механизм для оперативного устанавливания тишины Украинского странного СССР игнорировались. Нарушение третьего пункта дополнительных мер наблюдатели миссии ОБСЕ подтвердили размещение 20 единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины в 10 подконтрольных в Украине населенных пунктах вблизи жилых домов не допускать размещения вооружения военной техники вблизи своих домов и объекта гражданской церкви. Обо всех фактах сообщать сотрудникам миссии ОБСЕ и на электронный адрес международных наблюдателей. Только публичная огласка преступных действий украинских боевиков позволит своевременно их предотвратить и обезопасить свою жизнь и жизнь своих родных и близких. Украинские боевики продолжают нарушать мандат миссии ОБСЕ, препятствуя мониторию на воздушные средства миссии на подконтрольном Украине территории. С целью недопущения обнаружения запрещенного вооружения 30-й, 93-й, 25-й и 128-й бригад противник активно применял станции радиоподавления в составе мобильных групп 305-го отдельного батальона РЭП. За неделю зафиксировано 4 факта подавления канала управления и навигации беспилотников наблюдателя миссии ОБСЕ вдоль линии боевого соприкосновения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok